Друзья, всем привет! Мойки высокого давления InterTool уже давно знакомы нашим покупателям и уже успели сыскать признание от довольных пользователей. Год за годом мы совершенствуем наши мойки, чтобы работа с ними была еще более эффективной и комфортной. И вот настал момент нам взглянуть на новейшую мойку InterTool WT1509. Мы не только расскажем о ее характеристиках и особенностях, но также продемонстрируем ее в работе, обсудим на что способна эта мойка и к тому же разберем ее, чтобы взглянуть что же у нее внутри. Первым делом давайте рассмотрим технические характеристики этой мойки. Внутри нее установлен мощный асинхронный двигатель на 2500 ватт. Он характеризуется своей надежностью, выносливостью и в отличие от коллекторных двигателей, установленных в большинстве моек может работать длительное время без перерывов. Производительность почти 8 литров в минуту и давление от 130 до 160 бар позволяют этой мойке эффективно справляться с широким спектром задач, таких как мытье авто, фасадов, зданий, окон, плитки, дорожек, придомовой территории и очистка ковровых покрытий. Переходим к особенностям мойки InterTool WT1509. Кроме отличных технических характеристик, у этой мойки есть еще несколько интересных особенностей. Одна из них это возможность забора воды из емкости, то есть вы не ограничены наличием водопровода под рукой. Для работы достаточно емкости с водой, это делает мойку еще более мобильной и универсальной в применении. Еще одной отличительной особенностью данной мойки является ее комплектация, а все потому, что вместе с мойкой вы в комплекте получаете не одну, не две, а целых пять насадок на пистолет, переходник для их подключения и фильтр грубой очистки. Стоит отметить, что с другими мойками обычно в комплекте идут всего одна-две насадки. Подробнее про все насадки и их назначение я расскажу чуть дальше в видео. А теперь давайте взглянем на корпус мойки. Для удобства в перемещении мойки предусмотрены большие прорезиненные колеса, а в верхней части корпуса удобная ручка. С тыльной стороны корпуса установлен бачок для моющего средства, а по бокам крепления для пистолета мойки и хранения шнура питания. А для хранения шланга высокого давления предназначен барабан с рукояткой для удобного сматывания шланга. Сам шланг надежный, армированный, он устойчив к заломам и повреждениям, притом весьма мягкий, а его длина составляет 10 метров. Это очень удобно при мойке автомобиля, так как если у вас легковой автомобиль или даже джип, то такой длины шланга хватит, чтобы при мытье обойти машину со всех сторон, не передвигая мойку. К особенностям также стоит отнести и сам пистолет мойки. В его конструкции есть металлическая трубка, она обеспечивает повышенную износостойкость пистолета и к тому же надежность. Ранее я уже упоминал, что в комплекте с мойкой WT-15-09 идут 5 насадок. Давайте теперь взглянем, какие же именно это насадки и обсудим, для каких задач они применяются. Первая из них это стандартная распылительная насадка с изменяемой шириной факела. Ее основная задача это мытье автомобилей и прочих поверхностей. А вот эта насадка грязевая фреза. Она предназначена для очищения серьезных загрязнений при домовой территории, очистки плитки и ее швов и конечно же отлично подойдет, чтобы убрать куски грязи с колесных арок вашего авто. Принцип ее работы заключается в закручивании водяной струи, что дает куда больший напор воды и позволяет удалять сложные загрязнения с различных поверхностей. Стоит уточнить, эта насадка выдает очень мощную струю воды, поэтому для мойки корпуса автомобиля эту насадку лучше не применять, поскольку она может повредить лакокрасочное покрытие вашего авто. Для более детальной и тщательной очистки автомобиля лучше выбрать насадку-щетку. Она пригодится в случаях, когда мытье насадкой-расплителем не убрало особо въевшееся загрязнение. За счет подачи воды и ворса на самой щетке она без труда справится с загрязнениями корпуса авто и к тому же не повредит его лакокрасочное покрытие. А чтобы очистить загрязнение в труднодоступных местах, пригодится угловая насадка, а все благодаря ее изогнутой форме. Она станет незаменимым помощником, чтобы, например, помыть днище авто или очистить колесные арки. Последняя по списку, но не по значению – пенная насадка. Такая насадка обеспечит отличную активную пену для мойки вашего авто, которая уберет с автомобиля даже самые мелкие частички пыли и грязи. Важно понимать, что в отличие от пенной насадки бачок для моющего средства, встроенный в саму мойку, даст вам не пену, а лишь мыльный раствор. А если вам требуется качественная мойка вашего авто, то лучше выбрать активную пену от пенной насадки. Как видите, комплектация мойки WT1509 позволяет использовать ее для множества задач, начиная от мойки автомобиля, заканчивая очисткой плитки и ковровых покрытий. Друзья, я уже рассказал вам, что находится в этой мойке, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому давайте мы ее сейчас откроем и детальнее взглянем, что же находится в нее внутри. Сняв переднюю крышку от мойки, мы сразу можем наблюдать все ее внутренности, но давайте разберемся, какие именно. Здесь у нас блок управления питанием, соответственно, он нужен для включения и выключения морки. Здесь у нас установлен в специальном кожухе асинхронный двигатель на 2,5 киловатта. Он характеризуется своей надежностью и высоким ресурсом работы. Чуть ниже двигателя расположена помпа, корпус ее сделан из алюминия. В отличие от пластиковых аналогов, такой вариант будет более надежным. У алюминия тем более лучше теплоотведение, ну и, собственно, прочность. В самой помпе установлены поршни из нержавейшей стали. Они, конечно же, очень устойчивы к коррозии и, в отличие от пластиковых своих аналогов, они более долговечны. Кстати, если вам интересно посмотреть, что же находится внутри самой помпы, у нас на канале есть видео как раз об этом. Там мы разбираем наши мойки, помпу и смотрим, что же там внутри. Ссылка на это видео будет вот здесь. Здесь на помпе у нас установлен блок управления насосом. Когда вы работаете с мойкой и отпускаете кнопку пистолета, помпа все еще работает и в системе создается избыточное давление. Данный блок управления подает сигнал на помпу для отключения, а когда вы снова нажимаете на курок пистолета, он опять включает помпу и возобновляет подачу воды. К помпе от бачка для моющего средства введут вот такие вот трубочки. Они служат для подачи моющего средства из бачка в помпу для создания мыльного раствора. Специальным регулятором на передней панели мойки регулируется и количество подаваемого моющего средства. Также от помпы имеется выход на шланг высокого давления. Он сразу у нас подключается к барабану. Соответственно, у вас уже на барабане шланг будет подключен к воде. Соответственно, при работе вам не нужно разматывать весь шланг, вы отматываете столько, сколько вам нужно. Мойка Intertool WT1509 это надежный и функциональный инструмент и, я уверен, вы сможете найти для нее подходящую задачу. Если у вас уже есть мойка, то не забудьте поделиться в комментариях, с какими задачами она помогает вам. Ну и конечно же поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok